Байконур В езде в город на контрольно-пропускном пункте нас сразу предупредили, снимать здесь можно отнюдь не все. Поэтому наш рассказ о Байконуре начнется отсюда, с центра города. А по чем такси здесь? 40 рублей за место, да? С человека? Ну поедем, покажете нам. Город, достопримечательность. Ардак, ну расскажите, чем тут люди живут, куда ходят, как жизнь вообще в Байконуре? Жизнь хорошо. С утра на работу ездят, на площадку. На мотовоз выезжают с 5 утра до 7 утра. Потом автобусом едут. Чем занимаются? Обычная работа, связанная ракетой. Ну здесь вот все, я смотрю, работают, все связано вот с космодромом, да, с этой площадкой или еще где-то люди работают все-таки? Ну помимо космодрома, площадки, ну и город, вот, там водоканал, Губжиха, вот это, все такое, короче. Ну ракеты привозят по изделиям с России, с Москвы. Здесь их собирают. А зарплаты какие средние в городе? В городе, именно в городе, самое минимальное где-то 7 тысяч, 10 тысяч рублями. У вас все рублями исчисляется, а в тенге вообще никто не работает? Есть, и Байкерик, Коскосмос. Ну, зарплата у них, у охранников, там минимум где-то 40 тысяч тенге, кажется. Цены у вас здесь какие на продукты? Космические цены, честно скажу. Все думают, что Байконур, ой, богатый город, деньги в море получать. Не так. Расскажите, пожалуйста, что есть у вас из казахстанской продукции, что из российской? У нас казахстанские вот тушенки есть, вот сгущенки есть, что еще вот так. Майонези вот казахстанские, при желании есть. Цены в рублях, я имею в виду, да? Да, мы в рублях работаем. А тенге тоже берете? Тенге тоже берем, только по курсу берем. У нас больше просятся этот, казахстанские. Ну, российские у нас товары тоже есть, но колбасы, колбасные изделия тоже. А куда ходите вот вечерами? Вечерами вот скверы есть, тут у нас парк есть, вот дом культуры есть. Ну, так, город у нас маленький, 70 тысяч населения приблизительно. И вот мы уже добрались до места. Это космический корабль «Союз», установлен в честь 20-летия космической эры. Вот военный самолет, казаться, я на нем летал. Прямо на этом самолете? Да, на этом самолете я летал, когда нас забирали, вот здесь, казахстан, солдаты. Вот ракета «Сатана», вам покажу. Очень мощная ракета она, зеленая. Когда она взлетает, падает, ну, спутник какой же. Шестнадцать ракет. Из них восемь ложных попадают в цель конкретно. Стелла, что за мемориал? Я не знаю. Я сама не знаю, только приехала недавно, вот, новенькая в этом городе. Не знаю. И как живется в городе? Да, хорошо. Нормально вроде бы. Это, это Стелла, короче. Да. А что за Стелла? Ну, памятник, памятник Байконуру, как бы, то, что ракета полетела там, из нашего города, там, все такое. Мемориал? Я не знаю. Может быть, покорить об космосе, я не знаю, что-то. Девочки, что у вас здесь? Девочки? Штрафы берут? Штрафы берут, ГАИ останавливают. А взятки берут? Взятки? Ну, кто не берет? Все берут, конечно, но я не знаю. Развести можно без оплаты штрафа? На месте договориться с российскими ДПС? С российскими? Ну, вряд ли. С казахстанским может. С российскими, я не знаю. Договориться без денег можно. Ну, типа, предупредительные. Ну, чтобы взятки, вот, нет. Криминальная обстановка у вас как? Криминальная? Здесь в городе, да? Ну, нормально, все. Тишина, спокойно. Все спокойно. connected with this. Продолжение следует... Продолжение следует...